Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу представить вам ассоль, вот, многострадальную, многострадальную, потому что вы несколько раз уже пытались ее пристроить, вот ей уже надоело, мы никак не можем найти ей хозяина. Я вам не предлагаю, потому что знаю, что у вас аллергия. Да, но я думаю, что ассоль дождется своих алых парусов. Рано или поздно, да. А вы какое-то объявление как раз хотели, связанное с животными, сделать? Да, важное очень объявление. У моего друга, очень близкого, замечательного художника и дизайнера Никиты Голованова, буквально несколько дней, два дня назад из дома улетел огромный, огромный попугай, вот с таким клювом. И это было в районе Октябрьского поля, и я просто хотел обратиться всем, кто видел этого огромного попугая с гигантским красивым хвостом. И к кошкам я хочу обратиться, которые смотрят телевизор сейчас, чтобы они не трогали этого большого попугая, потому что у него гигантский... Ну, раз у него такой клюв, да. Гигантский клюв. Однажды он меня схватил за штанину и выдернул кусок, поэтому у меня-то отношение с ним не очень хорошее. Ну, хорошее с Головановым отношение очень, да. Не просто хорошее. Почти 30 лет они жили вместе, и он очень ревновал. Почему я получил по штанине и чуть не по голове клювом? Потому что он ревнует Голованова ко всем его друзьям, и девушкам в том числе. Телефон Никиты Голованова, просто мобильный телефон. 8-905-560-3322. Еще раз давайте повторим. 8-905-560-3322. То есть, если кто-то увидит попугая? Если кто-то увидит попугая, звоните по этому мобильному сразу, и Никита примчится, прилетит просто по воздуху, и они встретятся и сольются опять в объятиях птицы и человек. Вот, это вот очень важное объявление. Сколько лет птицы? Я думаю, что больше, чем Никита Голованова. Да, они же живут там. Сколько Никита Голованова я не скажу, потому что мужчины-художники кокетливы, но я думаю, что больше. Я, кстати, недалеко сегодня утром, мне наш общий знакомый Юрий Шумилов звонил, как раз тоже по поводу вот этой вот... Но все очень встревожены, потому что все знали этого попугая. Я ему сказал, что буду беседовать с вами, он говорит, обязательно спроси, ближок, насчет того, что его в ранние годы, в ранние годы, я имею в виду не в юности, а в ранние годы появления на экранах, путались с Александром Розенвалом. Было такое дело, или это Юрина выдумки? Было такое дело, да. Путали, причем еще до появления на экране. После появления на экране уже меньше. А, уже меньше. Да, а вот до появления на экране было такое, и первый случай произошел в психиатрической больнице, мне один из пациентов во время обхода подарил кассету Розенбауму и сказал, что вот и он работает, работал врачом, и вы, Андрей Георгиевич. Да, кстати, действительно. Да, да, да. А потом, значит, в семиизе, где я отдыхал со своим тогда маленьким сыном и женой, хозяйка домика, который мы снимали, полногрудая, всегда слегка поддатая и в засаленном фартуке, клала мою голову себе на грудь, гладила и говорила, Розенбаум ты мой, Розенбаум. Вот. Я от нее съехал, потому что это было очень как-то назойливо и часто. Вот. Были такие случаи, да, бывали. Это действительно интересно. Розенбаум ведь работал в скорой помощи, а вы работали психиатром. Да. Я помню даже ваш телевизионный проект на канале НТВ, да, по-моему, у вас была рубрика, где... На канале НТВ была программа «Итаго» с Виктором Шендеровичем, где я как раз был этим самым мозговедом, который начинал свой текст со слов «Когда я работал психиатром в маленькой психиатрической больнице». Потом я поработал на канале ОРТ, где шли мои мультфильмы с Петровичем, потом на ТВС, потом на питерском канале и даже на телеканале «Мир». Так что у меня большая телевизионная история. Скажите, вот анамнез такого рода работы психиатром, он как-то в быту сказывается? То есть вы, когда встречаете человека, вы сканируете его на предмет каких-то патологий? Нет, это делают только плохие психиатры, а я все-таки считаю себя хорошим, я и кандидатскую написал, и так говорили так про меня, что он хороший психиатр. Это то же самое, что врач-стоматолог, заглядывая в рот другу, который смеется, или своей девушке, которую он собирается поцеловать, будет отмечать, что верхний третий резет слева нужно починить. Или что-то в этом роде. Не буду говорить уже про врачей других специальностей. Нет, все-таки, когда ты надеваешь белый халат, включается какое-то реле, и ты становишься, ты начинаешь работать врачом. Или если тебя об этом просят, но если ты будешь назойливо сканировать всех и говорить, что у этого вот эта болезнь, у этого вот эта, а врач-дерматолог будет по коже ставить всевозможные диагнозы, то это тогда, ну, неинтересно так получается. Хорошо, а тогда мне скажите, как специалист, вот пристрастие к коллекционированию чего-либо, это является проявлением вообще чего-нибудь, или нет? Нет, все зависит от... Я знаю, что вы коллекционируете очки, мы об этом поговорим попозже. Нет, я коллекционирую очки, поскольку я сам очкарик, я просто их меняю. То есть не то, что прямо у вас коллекции дома выложены? Нет, у меня просто их много собирается, потому что очки вообще это такой предмет, про который можно очень долго говорить. Вот представьте себе, кажется, обычная вещь очки, да, и кажется, человеческая мысль давно должна была бы уже остановиться, но сколько их переделано. А право, это некий канон, да, но десятилетия и столетия придумываются все новые и новые и новые и новые варианты. Это потрясающе, это дико интересно, потому что, ну, как кажется, маленькая вещь, да, мысль дизайнера и художника неостановима, она всегда находится в полете, и люди, которые занимаются очками, это мощные художники-дизайнеры, которые придумывают эти бесконечные количества, бесконечные варианты оправ. Мне кажется, это очень интересная работа. Что касается болезни это или не болезнь, все зависит от того, до какой степени, да, в психиатрии есть такое понятие сверхценное отношение. Коллекционер, конечно, сверхценно относится к своей коллекции. Но это патология или это не патология? Если коллекционер все свое свободное время занимается только своей коллекцией, если он тратит деньги только на эту коллекцию, если он не общается со своими детьми, родителями, женой и со всем остальным окружающим его миром, то это уже может стать болезнью. Ну, особенно еще важно, что собирает коллекционер, понимаете? Важно понять, что он собирает. Если он собирает старые сушки, например, да, то я думаю, что это ближе уже к болезни. Скажите, вот вы сказали, что художник, про художника упомянули. Вы все-таки, мы возвращаемся к образу Петровича бессмертному. Вы ведь себя в этом реализовывали не сколько как художника в смысле рисовальщика, как придумщика всяких мизансцен, ситуаций забавных. Или вы все-таки, сколько времени у вас на придумку сюжета и, собственно, на исполнение тратилось? Ну, вы знаете, я придумываю сюжет, он придумывается не по-разному. Бывает сразу озарение, бывает, что что-то крутится-крутится в голове, но нарисовано мной порядка 30 тысяч картинок. Это, в общем, большое количество, да. Что касается графики, это тоже не все так просто. Это такой псевдопримитивный стиль, отточенный с годами, вот эта линия, вот эта кажущаяся простота. Я даже иногда провожу такие мастер-классы, я предлагаю людям в зале попробовать и нарисовать то, что кажется простым. И уходят они в состояние такого потрясения, потому что ни у кого ровным счетом ничего не получается. Получается совсем другое, даже у художников. Например, профессиональная художница, которая делала раскадровку мультфильмов про Петровича, училась рисовать его полгода. Представьте себе, она закончила Строгановское училище. Поэтому это сложный вопрос. Не каждому удается придумать свой персонаж и создать вот этот свой графический, что ли, мир. Мне повезло в этом смысле. И в этом не только моя заслуга, но и заслуга времени, потому что как-то все совпало, соединилось в одной точке. А идея с рестораном Петрович, насколько она коррелирует именно с этим образом графическим? Это ведь на самом деле Петрович это что? Ну, это, конечно, рисование, карикатур и придумывание всевозможных сюжетов дало мне возможность заниматься огромным количеством других вещей. Вплоть до песен, которые там я записал диск с группы «Последний шанс», и которые крутятся там в интернете. И это тоже считается как песня Петровича. Я написал книжку «Правда о Петровиче», и это там куча историй, придуманных уже, это уже ближе к литературному такому труду. То есть можно заниматься, это такой некий персонаж, такой городской сумасшедший, можно назвать его идиотом. У него есть предтечи, конечно, это, но прежде всего, Швейк, да, ну и Иванушку-дурачок и так далее, и так далее. То есть он продолжает вот этот вот замечательный, замечательный этот ряд. Тот персонаж, которому можно говорить больше, чем всем остальным, да, как скомороху, шутить на разные темы, обкатывать и обыгрывать всевозможные слова, которые появляются, сегодня они появляются с гигантской скоростью, да, от экономических терминов, которые я обыгрывал в газете «Коммерсант», до сегодняшних, которые появляются в интернете, да, специальные компьютерные и интернет-слова и так далее, и так далее. То есть вот обыгрывать эти слова, переделывать их по-своему, это все, конечно, его удел. Но он один из персонажей, потому что у меня существуют еще персонажи из классической литературы, из русских народных сказок, и вышла книжка «Мои классики», и сейчас выходит второй том «Пять моих классиков», и там уже другие писатели. Так что диапазон широк. А ресторану вы, я так понимаю, не занимаетесь, вы просто дали вот этот бренд, и там привлекать. Нет, то есть вы занимаетесь прямо в ресторане. Ну, конечно, потому что, ну, во-первых, не только бренд, а все придуманные там, каждый раз меняющиеся меню и названия к этому меню придумываю. А, вот так, то есть вы занимаетесь вот так предметно. Это то, что называется арт-директор, что ли, это как бы мое детище, поэтому все, что касается зала, вот зала, где сидят посетители, да, это мое. Ресторан как театр, там тоже есть закулисье. Все, что касается кухни, я вмешиваюсь только тогда туда, когда говорят, что что-то невкусно, вот тогда я могу вмешиваться. А кто жалуется, ваши... Нет, я прошу всех моих друзей жаловаться, если что-то не так, то тогда уже что-то переделается. Сейчас, кстати говоря, в издательстве АСТ выйдет книжка как раз кулинарная, ну, она больше, чем кулинарная, она про время, про кулинарию, про то, про все, пятое-десятое, как раз вот связана с Петровичем, и с персонажем, и рестораном, и со временем, потому что там тема ностальгии, которую мы первые стали эксплуатировать. Предложений по франшизе не было, чтобы открыть Петрович где-нибудь, или есть какие-то открытые рестораны помимо Москвы? В Киеве, в Петербурге. В Киеве, в Петербурге, да? Да, но невозможно это тиражировать просто потому, что эта идея уникальна. И в Киеве это киевские рестораны, и там киевские персонажи, киевские предметы, да, те, которые близки киевлянам. А в Петербурге, в городе со своей абсолютно какой-то замкнутой культурой, да, ленинградско-петербургской, или так, петербургско-ленинградско-петербургской, вот, там своя совсем история. И там большая история ленд-фильма, поэтому там и свои актеры, и свой творческий, культурный, очень плотный слой, поэтому там своя история. Скажите, а вот были какие-то, ну, может быть, в начальный период, когда вот в «Коммерсанте» появился этот персонаж, ваш адрес упреки или критика, что это, ну, не совсем там камильфо, допустим, для делового издания, или что вообще кому-то не нравилось, или сразу были восторги, аплодисменты, и идея прошла на ура? Нет, было много историй, это мне уже рассказывал Владимир Яковлев, который основал издательский дом «Коммерсант», что когда появились картинки, он сначала не очень, ему не очень нравилось, ему казалось, что это не совпадает с имиджем. Именно делового такого бизнес-издания. Делового, да, но надо понимать, что это начало 90-х, и вот первые коммерсанты и первые новые русские в хорошем смысле этого слова, потому что термин родился как раз в «Коммерсанте», это все-таки были люди, которые стояли одной ногой или большей частью своего тела еще в Советском Союзе, потому что все только начиналось. Вот, поэтому им все это было близко. И как рассказывал Володя Яковлев, ему буквально там через день или на следующий день после появления стали звонить его знакомые, говорили, какой класс, какой класс. И поэтому, будучи человеком очень интуитивным, очень точным и тонким, он отступил назад от своего мнения, и дальше все пошло, и это стало неотъемлемой частью тогдашнего «Коммерсанта». А почему Петрович ушел из коммерсанта? Ой, там очень много было составляющих единиц. Из коммерсанта ушел как раз Никита Голованов, от которого улетел. Он арт-директор, да? Да, он был арт-директор, он придумал дизайн «Коммерсанта» и вот этот знак. Ядь. Ядь, да. Вот. А это мой друг и мой начальник тогда был. И в свое время я сказал, что уйдет Голованов, уйду я. Я еще какое-то время подожрал. А потом ушел и Андрей Васильев его тогда отправил в Киев, по-моему, да? В Березовске, да. И как-то... То есть это было после приобретения Березовским изданий, нет? Нет, нет, нет. Я долго проработал. Это был... Я ушел из «Коммерсанта» в 2005 году. А, то есть вы работали под... В 2005 году я ушел в ту газету «Известий», которая была еще тогда более-менее приличной для меня. И я там проработал пять лет, и вот там я писал колонкой еженедельную, и каждый день появлялся рисунок. Мне нравилось, что это какой-то новый виток для меня. И я там как раз в тех «Известиях» начал писать регулярно, что продолжаю делать. Уже вышло у меня семь книг с текстами, поэтому вот как-то мне было интересно что-то попробовать, что-то менять. А потом из «Известий» я ушел просто потому, что уже не смог дальше там работать в силу каких-то своих этических и сангигиенических представлений. Понятно. Вот 2005 год прозвучал, я сразу вспомнил, что именно на этот период, где-то середина нулевых, приходится остановка вашей какой-то онлайновой активности. Сайт именной перестал обновляться, и в «Живом журнале» вы тоже с тех пор уже не пишете ничего. Последняя запись датирована именно тем периодом. Я просто жалею время свое и как-то не очень люблю сидеть в интернете. Что касается сайта, мне сделал его такой Володя Липко, который обещал за ним следить. Какое-то время последил-последил, а потом, значит, забросил. Сам я следить за ним не хочу, и мне это не очень нужно. Что касается «Живого журнала», то если отбросить тех, кто называет меня и считает меня идиотом на одном полюсе… А есть такие? Ну, конечно. Ух ты. А на другом полюсе тех, кто считает гением, и то и то отбросить, то остается серединка. А серединка – это оказались люди, которых я хорошо знаю. Так я подумал, зачем я буду переписываться с ними в «Живом журнале», когда я могу сесть за стол, выпивая с ними, все обсудить. И плюс был человек, девушка, которая печатала то, что я наговаривал, а я пишу по-прежнему ручкой, потом это наговариваю, потом читаю, что так я делаю и свои книги. И мне это нравится, потому что я слышу, что я написал, потом вижу печатные буквы, процесс писания чернилами мне очень нравится и прочее. Потом она пропала, и я как-то понял, что… Девушки пропадают иногда, да? Потом какие-то появились такие антисемитские тексты, я понял, что мне это как-то стало неинтересно, очень много я стал переживать. Человек, я чувствительный, я думаю, зачем мне, я буду тратить нервы на все, на это, и я плюнул, и все. И поэтому вы эмигрировали в Венецию, где есть памятник Петровичу. Да, да, да. В Венеции стоит памятник Петровичу, я там бываю довольно часто и живу с удовольствием. Это как бы для меня такая вот… Мне там всегда хорошо в любую погоду. А что касается интернета, то каждую неделю я выкладываю в своем блоге свои картинки и тексты еженедельные, и в одном месте, и в другом. Поэтому в интернете у меня тоже и фейсбук. Вы сами занимаетесь или тоже девушка какая-нибудь? Фейсбук все выкладывает, жена моего сына Антона. Она этим занимается. Я говорю, было же это, было же это, был же этот текст, перепасти то. И она это делает, потому что делает это она секундно, моментально и прочее, чем учится мне. Антон очень успешный кинематографист. Он, так сказать, очень в последнее время… Нет? Спасибо большое. Да, он… Вот так просто, как будто я сказал, что это что-то, чего нельзя найти в сети. Я бы добавил молодой начинающий кинематографист. Он снял пять короткометражных фильмов. Три из них были на Кинотавре. Один получил премию за лучший дебют «Святая Анна», потом на фестивале в городе Каннске, который называется «Каннский фестиваль». Есть такой в Сибири. Международный, между прочим, фестиваль. Ребята придумали очень забавное это название. Вот, тоже получил премию. Так что у него все фильмы, в общем, отмечены. Последний был вот на неконкурсной программе в Доме кино. И еще где-то его показывали в рамках Московского кинофестиваля. Вот сейчас он собирается, собирает деньги, ищет продюсеров на полный метр уже, на полнометражное кино. А с папой он советуется или он такой очень независимый? Он независимый. А вы с кем-нибудь советуетесь? Когда вот вы книжки выпускаете, вы вот прям целиком и полностью продумываете концепцию. Никогда ни супруга ваша, ни дети советчиками не выступают. В последнее время перестал советоваться. Ага. Так, почему? Появилась самоуверенность. Что касается картинок, то когда в «Коммерсанте» или в «Известиях» я приносил картинки, потом уже появилась там папка, приносил картинку тому же Голованову. Если Голованов выскакивал из-за стола, бежал с этой картинкой и показывал, смотрите, смотрите, и раздавался хохот по коридору, то, значит, мне было просто приятно. Но из 30 тысяч таких не может быть, поэтому там картинки, конечно же, разные, потому что это карикатуры, все-таки я считаю, что это эстрадный жанр такой. Но эстрады бывают тоже разные. Эстрадный жанр, ну-ка, чуть-чуть поподробнее здесь, я не понял, что это имеется в виду. Эстрадный жанр в том смысле, что есть классическая музыка, да, а есть эстрадный жанр. Но и в эстрадном жанре есть… Своей классики. Своей классики, конечно. И это Фрэнк Синатор, например, Марк Бернес, например, и Леонид Утесов там и так далее, да. Поэтому я стремлюсь вот к таким. Ну, в общем, это карикатура же скоропортящийся продукт, потому что даже если я не рисую вот просто буквально на злобу дня, кто куда приехал, кто что сказал, да, я все-таки стараюсь куда-то поглубже залезть, то все равно, ну, там, если у художника из всего, что он нарисовал, остается 10%, которые можно включить в книгу, и эта книга будет существовать несколько лет, то это для художника-каликатуриста большой, мне кажется, успех. Вы упомянули Никиту Голованова, и я возвращаюсь к началу, наши 24 минуты истекли, хочу еще раз напомнить зрителям о том, что у Никиты нет, телефон будет, все отлично. Вот мы будем надеяться, что какая-нибудь сестра или родственница Ассоль не съела птицу, вот, а Ассоль мы пожелаем все-таки пристроиться. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!